Всем привет, друзья! В Дюнберг Зимой, я сегодня уже зимой, декабря Холодно у нас сегодня Сейчас покажу, сколько у нас градус Не показывает, утром было 28 А сейчас уже Ой, 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 ой Пролезти не буду, 29 что ли Если так ровненько смотреть Ну, короче, почти 30 29,5 даже В общем, еще что-то крепчает мороз Дед говорит, вообще под 40 Только обещает, не знаю, правда, не правда Они обещать-то много могут Ну, это самое Если будет градусов Я даже думаю, на машине не поеду Да, в школу Сегодня собрался идти Учительница, говорит, сказала, что если на машине Можно приезжать Ну, не знаю, у Фадея, вон, смотрю Сообщения идут У Фадея в классе Уже 5 человек отказались сегодня идти в школу А в моем? А в твоем пока не пишут Никто не писал Не знаю, наверное, в личку пишут учительницы Вот такие дела Фима что-то вкусняшки с утра, да, ест Ему надарили вчера У кого-то день рождения был Потом им давали за вторник, да, компенсацию со столовой Ну, как бы, если они не ходят А учительница уезжала О, у меня пришли Все, я ушла работать, друзья Так, ну что, полдвенадцатого уже С работы пришла Видать, маленько промерзла Опять пазуха заболела В итоге у меня вот Ай Я говорю, я вам как похвастаюсь Что уже у меня все Ничего не болит Сразу начинает болеть Я говорю, лучше я буду вам жаловаться Что мне все болит Тогда не будет болеть, да Не, на самом деле не сильно Но как-то подзаложила эту норку И опять какой-то дискомфорт в пазухе Вот, над луком, кстати, очень хорошо Сейчас лук на этот, на борщ резала И прям хорошо так втянула этой ноздрёй И она сразу прочистилась Прям как, ну, знаете, табак нюхает Вот, у нас дед любит табак нюхать И у него прочищает тоже, это, ходы все Все ходы Тоже действенная вещь Кто не знал, то попробуйте, тоже помогает Вот А я лук сейчас нюхнула Так хорошо стало Вот, но еще и пластырь тут У меня этот Который с тигром, короче, китайский Не знаю, поможет, не поможет Но что-то наклеила, решила сделать Вот, вроде жжет даже маленько Щиплет Что еще? В общем, сварю я свекольник Свекольник варю Свиные сегодня эти Суповой набор Сварили с самого утра поставили И сейчас вот уже все довариваю Свекольник Все перетушила на сковородке Свеклу потушила Помидоры наши домашние Разморозила Потом их в блендер Измолола мелко Залила этим свеклу Помидорами этими Чтобы кислота подействовала И суп был красный Ну, вроде красный получается Сейчас я Не знаю, затмит у меня камеру или нет О, видите, красный получается Все как надо Вот Так что вот так Ну, что Фадей Думал, думал Идти ему не идти Вчера Так ему не хотелось В общем, сегодня учительница написала Что ходить не надо никому В общем, их отпустили Фадея Вот Ну, сейчас Минус 29 Так и показывает Не теплеет Нисколько Ефим Собирается Уже его наделся Сейчас я посмотрю Фаде учительница Тоже что-нибудь написала Вот он, наш герой Уже собрался в школу Не рано этой 35 минут Еще папа минут через 5, а то и 10 Приедет Сейчас я посмотрю Фаде, говорю Тебе тоже отменили Нет? Сейчас посмотрим Нет Так Что-то тут написали Фадей В пятницу Восьмого Мне досмотра учащихся Тебе и Галимову Подходить К 13.30 К медкабинету Школы Специалисты Был педиатр Стаботолог Окулист До грядущих Морозов Приглашаю всех В одно время Не могу написать Что я в Обязательно Но по возможности Желательно быть Она пишет Медик Так как Не прошедший медосмотр В следующий раз Пойду в детскую Консультацию Лучше в школу сходить Но сменная обувь Обязательно Списки прилагаются Ну вот Два человека Только из вашего класса Ну потому что Они десятого года Остальные У вас девятого Остальные Да люди? Ну сменную обувь Обязательно Как в школу Ты все равно Смены Сейчас в медки Что ли Что ты там Придумать собрался Короче говоря Вот Это в пятницу Восьмого В эту пятницу То бишь завтра В 13.30 Запомнил К медкабинету В общем вот так Дед У меня суп Совсем еще не сварился Ты зря Я в бульончик Мама Ну бульончик Почему Почему Нет Просто ты придешь В 13.30 Там пройдешь И пойдешь на уроки А как Я не знаю Если у вас завтра Не отменят А то что-то очень холодно Обещаю Да посмотрим Пойди опять отменится Еще холоднее будет Ох дед Вот дед уже Суп собрал Собрал Хотя я только запустил Не овощи протушеные Может они конечно Сварились А мне может довезет кто-то Когда? Завтра? Наверное довезет Папа И заберет С Фимой-то А нет Он завтра Но когда с обеда Пойдем Разберемся Ладно В общем Вот такие дела Друзья мои Сейчас пойду я И Фима провожать Сейчас покажу Что Леша принес Ребятишкам Им на работе Выдали Подарки Вот такие Сколько дали? Два дали Нам Матвея Уже не дают Вот второй Так что вот так Там детям до 14 по-моему Лет дают А Хадею еще Не от 14 Поэтому Фаде Это по-моему Последний Будет на работе Полученный Подарок Ну хоть Их отпустили В общем Пошли они Это самое Домой Вот он уже Дома Фадей Значит Сидит дома Ему уже домашку Скинули Сделать За этот день Надо И Ефима Отец Увез Все Фима Ушел И в шарф Ему намотали Хорошенько Все В общем Отправили Ну на машине Так еще ладно Как говорится Ну ладно Буду их кормить Сейчас свекольник У меня сварился Вот А про эту Про тестомесилку Маленькая Сейчас комментарий Сидел Ваши читала Пока выдалась Момент Минутка выдалась Про тестомесилку Удивляются Как я заказываю Детали Как бы подойдут Не подойдут Ну как На свой страх И риск Заказываю детали А что делать Остается Вот Ну я в принципе Допустим Там Для той же Керхера Для этого Впрыскиватель Машины моют Которым Тоже помните Шестеринки Заказы Они дорогущие Но заказывала Ну подошли Слава богу Как бы Пока угадываю Я с этими деталями Ну смотрю Стараюсь Ту же самую Сосковую резину Да Для аппарата Именно для доишки Нет Но нашла универсал Который По форме Один к одному Все измерила Все вроде тоже Самое Должно подойти Вот тоже жду Созона До того долго На озоне Вообще Мне не нравится Сколько я уже заказала Матвея Пульки Там заказывали Тоже подешевле Чуть-чуть Нашли Решили на Нюша На озоне Заказать Но шли Я не знаю Недели Две Наверное Ну полторы точно Вчера только Вот пришли И не могу дождаться Вот эту Сосковую резину Еще книгу А мне без миксера А мне без миксера Это вообще не жить Потому что Масло нам не взбить У меня есть маслобойка Но у меня же не так много сливок У меня одна корова И мне маслобойку запускать Я Купила ее зря Можно сказать Можно продавать Эту маслобойку Тем у кого 5 коров Потому что Она на большой объем Получается А у меня столько сливок Нет И мне вот в этом В чаше миксера Гораздо лучше Взбивать масло Получается Вот И всегда получается Там взбить И все Поэтому я его Берегу Как зеницолка Этот Планетарный миксер И ни для чего Больше его И не использую Особенно Такое тугое тесто Боюсь А вдруг сгорит Думаю Не Короче Вот такие у меня Поэтому я Жду сейчас Хлебопечку сделаю Буду там месить Пельменное тесто В хлебопечке Опять Когда придет Этот Сваберсон И дед мне Поставит Или сама поставлю Там в принципе Ничего мудреного Но вбивать надо Найти Чем вбить туда Этот Подшипники Эти Они там Довольно Тупо вставляются Ну и что такое Это Что-то она У кота Едем не увидела На лавке И просит Сейчас Подожди Посмотрим Ладно В общем Будем сейчас Их кормить Матвеждию Да Леша ждут уже И еду Обед Уже отремонтировали А что вы делали Хоть расскажите Чем занимались Меняли манжеты Вот в этом Вентиле Это заряжать Которым баллон Да Там 200 килограмм Манжеты Не выдерживают Такое давление Иногда Выпирает Поэтому Вот такой набор Нам очень пригодился Это с проплавками Я учил Матвея Он заснял Все на телефон Надо было на камеру Да Не обязательно Он запомнил В следующий раз Будет сам менять Сколько набрал Килограмм Холодно На улице Ну ладно Нормально Все кончили Ну ладно Давайте Я пошла Корову Кормить Холодно Надо ее кормить Мы сейчас И Байкалата Два раза кормим Утром и вечером Потому что холодно Двойную норму Даем еды Сами поели Все Так друзья 8 часов 9 час уже пошел Сейчас Аляша Камеру будет забирать В общем что Фиму мы Со школы Сегодня забрали Заезжали за хлебом Хлеб купили Порошок стиральный Купили Да и все Мы же такого Ничего не брали Сейчас мы С бабушкой Поужинали Йогуртом Сделая Знаете Какая закваска От Багздрава Вот эта фирма Багздрав У нее Закваска И называется Греческий йогурт Очень вкусно Получилось Слушайте Я прямо Доила корову Когда я Прямо В парное молоко В теплое То есть процедила Молоко И сразу В трехлитровую банку Добавила целый пакетик Но я не помню У меня дозировки Потерялись Бумажка была С дозировками То ли Ну по-моему Там было От 1 до 3 литров Что ли Вот этот маленький пакетик Идет У них Они Как-то называются Эти даже пакетики Не то Какие-то Слова-то Интересные Я не запомнил Ладно Короче За 1 пакетик У них Цена стоит Там рублей Не знаю 50 что ли Оно идет Или 60 Что-то такое За этот пакетик Уже не помню Даже цены Давно же было Они у меня Эти закваски Уже наверное Больше полгода Больше чем полгода Лежат Вот Корова уже потом ушла В запуск Надолго У нас И не доилась И все И в общем Думала уже не сработают Честно говоря Думала испортили Закваски Нет Но в общем Я вам сейчас покажу Какие эти пакетики У меня же они здесь Вот И Это самое А тут сделала Слушайте И правда Простояла она всего Ночью у нас Утром сегодня посмотрела Она уже густенькая Йогурт уже стал Сделался Да Приготовился Уже молоко Не молоко Уже йогурт Я его в холодильник Охладили сейчас до вечера И мы варенье взяли Вот это вот Помните я делала вишню Без косточки Чтобы ребятишки С молоком замешивали Вот это вот А тут в йогурт Столовую ложку Ну красота Слушайте Вообще Ну как сказать Ну вкусно короче получается Сейчас я вам покажу Как они называются Не знаю Так Сейчас Найду именно Вот закваску такую У меня здесь Видите что творится У меня тут беспорядок Сейчас найду Какая Так У меня сечужные ферменты Это вот все Вот как они Называются Маленькие штучки Не знаю Сейчас найдем 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 Так Неужели у меня Ни одной уже Для йогуртов Не осталось А вот Есть мацони Вот Видите Вот такие Вот штучки Вот там Три грамма Вот этих Специально Подобранный набор Полезных Живых бактерий Видите написано Для приготовления Кисломолочного продукта В домашних условиях Масса Три грамма И вот она идет По моему Вот видите Вот он Производитель Бакздрав У них сайт есть И даже телефон Тут написан На упаковке А так у них сайт Бакздрав.ру У меня кстати Там и этот Даже я оформляла Как он называется Ну Писала им Что я блогер Они мне дали скидку Я им этот Отправляла Свой промокон Я не знаю Даже действует У меня сейчас нет Надо пробовать Там надо ввести Дела Английскими Большими буквами По моему Или маленькими Вот даже не помню Слушайте уже Надо посмотреть Вот И Мне давали скидку На 10 или 15 Или процентов Что-то такое Уже все забыла Так что Мацони То у меня еще есть Вот А так у меня Вот Есть такие Мягкие Рассольные сыры Брынза Халуми Фиета Ну вот сейчас буду делать Я честно говорю Думала что они уже Испортились Ну Раз йогурт сделался Я думаю Остальные сработают Вот Вот это вот Другая запаска Для приготовления Сыров Паста Филата Моцарелла Сулугуни Качоковало Чичил И так далее Видите Такие сыры Можно у них Вот это вот Для сметаны Сметану я делала Вкусно Но Но хочу Сделать Знаете Как нынче Про Стерилизовать Сливки Сделать Стерилизованных Сливок Чтобы дольше Стояло Потому что Не съедаем Сразу Ну-ка Погодите Здесь норма Наверное Ну-ка Ну-ка Так Мерная Ложка А нет Это у меня Простой чужный Фермент Культура Заквасочная Вот Мягкие Рассольные Сыры 0,07 Грамма Идет На Так Объем молока В литрах На 10 литров Идет Получается 0,6 Грамма Да Что-то вообще Мало А тут 3 грамма Да Что получается 0,6 Грамма На 10 Литров Короче Я много Похож Эти закваски Набухала Я думаю Чего так быстро Приготовился Похоже Я переборщила Надо было На 2 Поделить Балда Конечно Ну ладно Разберусь Потом Еще Такие дела Так что Йогурт Поужинали Где-то Доедали С ребятишками И Алеша Тоже ели Суп Доели Весь Сегодня Борщ У меня Этот Съели Свекольник Хорошо Понравился Им Да Никогда Не варила Борщи Поэтому В охотку Съели Вот Еще Где-то Отварил Картошку Просто Кругляшом С лаврушкой С перчиком Такой В общем Что Что Считай Не ходил В школу И говорят Завтра Не пойдет Что-то Девочки Говорят Уже В чате Пишут Что И завтра Он Не это Не должны Они эти Видимо С учительниц Уже Списались Ну Короче Так Завтра Обещают Утам 38 Матвей Говорит Если Будет 38 Я Тоже Говорит Не пойду Но У них По правилам Школы Сегодня Во всей Школе Было 50 Человек Всего Из 2000 Или Сколько Там Их Ходит Короче 50 Человек Сходило Уфима В классе Правда В маленькой Школе Больше Народу Было Потому Что Видимо На машинах Возят Маленьких Детей И Там Было Получается У них 11 Человек В классе Потом У меня Мальчик Приходил На занятия Тоже Говорит У нас Тоже 11 Человек Но Он Тоже В младшей Школе Еще Учится То есть Младшая Школа Еще Хоть Как Ходит Старшие Вообще Хитрые Не Хотят И Есть Повод Можно Не Ходить Вот Фиме Понравилось Он Говорит Так Хорошо Говорит Сегодня Нам Всем По каждому Такие дела Ну Ладно Все Давайте Буду Обращаться С вами Алюша Он Пришел За камерой Яблочко Вымыл Хорошо Свои Яблоки Когда Да Алюша Я говорю Цены Бешеные Мандарины 270 Рублей Верно Ну Обалдеть Вообще Я говорю Вот Как Вот На нашу Семь Понимаете Надо Купить Чтобы Мандаринами Наесться 5 Килограмм Сразу Взять Да То есть 5 Килограмм Надо Чтобы На 5 дней Там Хватило Чтобы Ели Детям И Взрослые Идет К тому Что Мандарины Будем Покупать Только На новом Коппах Советского Время Да Ну Такие Цены Бешеные Я говорю Хоть бы Как-то Уценили Действительно Это Такой Товар Да Который Ну Массово Сейчас Перед Новым Годом Все Скупают Сделали Нормальный Цент Вот В конце Концов Люди Может Не болели Да Витамин С Ели В нужном Количестве А так Я вот Слушайте Я вчера Взяла Мандарины Типа 270 Но Взяла Буквально Штучек 7 Наверное Взяла 7 по Одной И все Да и Понятно Что Взрослые Мы Их не будем Детям Оставляем Кто Мандарины Детям Одна Осталась Там Это Фемина Не трогай Даже А Это Клементин Кстати Это Такие Маленькие Еще Дороже По Может Дороже Но Короче Коверя Это Клементин Это Я Не Мандарины Даже Конфири На стол Сводили Еще Есть Ладно Давай До Завтра Все Пока Пока